Братья и сестры, здравствуйте! Слово «свинья» является оскорбительным у множества народов. И у тех, кто ест свинью, и у тех, кто не ест свинью. Так уж получилось, что это животное, которое лично само ничем не повинно, стало именем нарицательным и оскорбительным. Я бы хотел вам сегодня сообщить несколько фактов о свинье, которые, собственно, сделали её такой мистически неприятной. Дело в том, что все животные, которые окружают человека, и среди которых он царствует, царскую власть Господь Бог дал человеку, и мы управляем могучим телом коня. Трудно представить себе того героя, который первый закачал коню на спину и объездил его. Это какой-то был совершенный кибальчиш. Пчёлка, собака, овечка, они служат нам. Корова молоком, овца шерстью, собака клыками и любовью к хозяину. Пчёлка, мёдом и воском, и всем остальным. И все они служат курочкой, яичком, и пухом, и пером, кстати, и так далее, и тому подобное. И свинка служит нам, конечно, кожей и мясом. Но в отличие от всех живых существ, свинья служит нам только после смерти. Все остальные животные полезны нам при жизни. То есть курочка, не умирая, даёт тебе яйцо с регулярностью. Овечка, не умирая, оживя, сбрасывает с себя шерсть под ножницами пастуха, и ты одеваешься в эту шерсть, если женщина умелыми пальцами шьёт из этого или вяжет, или ткёт, значит, там, свитера, там, носки и всё остальное. Конь тянет за собой борозду и носит на себе всадника, и тянет телегу. Короче, конь вообще нужнейшее существо. Собака живая, нужна человеку, дохлая, не нужна. Она гавкает и лаем своим отпугивает врагов, и клыками готова уступиться за свою хозяину. И так всякое животное, даже канарейка в клетке, которая поёт и веселит хозяина, она нужна человеку живая. Свинья, ёлки зелёные, ничего не отдаёт никому, пока не сдохнет. Она даст тебе свою шкуру и даст тебе своё мясо, только когда умрёт. А при жизни она абсолютно бесполезна. Вот это такое, значит, мистическое духовное свойство, которое в переносе на человека должно сказать нам, что, конечно, от тебя какая-то польза будет, ну, по крайней мере, жилплощадь, за которую будут драться твои дети. Когда ты помрёшь, будет пенсионная книжка, накопление на карточке, и какие-нибудь 70 метров жилой площади, за которые тут же вцепятся в горло друг другу дети и внуки, и далёкие племянники. Ну, вот единственное польза от тебя. Если ты при жизни никому ничего не сделал, если ты вообще не умеешь жалеть, сострадать, делиться, помогать, плакать с плачущими, как говорит апостол Павел, и радоваться с радующимися. Ещё свинья характерна тем, как пишет фефилак болгарский, что она никогда не смотрит на небо. Это наши свиньи такие, я не знаю, говорят, афганские свиньи, те, что бегают по горам, чешут лапой за ухом, они на собак похожи. Они, наверное, смотрят на небо, потому что они довольно гибкие. А вот наши хрюндели, они всё время смотрят вниз. И они потом уже привыкая как бы жрать, 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 видя в этом единственное смысл жизни, они уже потом уже отвердевают у них эти позвонки, они уже вечно смотрят в землю. И говорит фефилак, что когда свинью режут, она поднимает голову наверх, но ей задирают пятак наверх, и она вдруг светит небо и замолкает. А нас удивляют, что ничего себе, а я не видел такое красивое небо кругом, а я на него ни разу не смотрел. Но это последние секунды жизни, потому что потом искусная рука резчика находит горло и прекращает земное существование этого животного. Так что свинья на небо не смотрит. При жизни она бесполезная, и на небо она не смотрит. Там ещё есть некоторые такие уже чисто еврейские вещи, например, строение желудка свиного идентично строению человеческого желудка. Свинья всеядна, она может жрать всё подряд. Человек, конечно, даже ещё похуже. Она может там и целлофан, и пластмассу как бы сжёвывать, и будет здорово. Значит, внутреннее строение её желудка таково, что она жвачку не отрыгивает, как корова. То есть она по еврейским понятиям нечистая. Но копытца у неё раздвоены. То есть с внешней стороны она чистая. А с внутренней стороны, с стороны пищеварительного тракта, она нечистая. И это вот различие между внешним признаком чистоты с раздвоенными копытами и внутренней нечистотой, желудком таким, значит, однокамерным, оно по еврейским понятиям является этим самым, поддельной чистотой, что ли, лицемерием. То есть свинья — это лицемерное животное. Она, конечно, лично и в чём не виновата. Она вообще как бы ни в чём, просто она символична. Всё в мире символично, как бы и свинья, и птица, и радуга, и солнечный луч. Но вот свинья, как бы, таким образом, собирает в себе очень много отрицательных вещей. И человек в плане духовной деградации действительно заслуживает имени свиньи, в том смысле, что если он никому не помогает, если только перед смертью вспоминает о том, что небо есть и что там происходит своя жизнь, если он всю жизнь хочет выглядеть хорошим, но внутри он полон всякой неправды, нечистоты, как гроб покрашенный. Это вот такое вот вещь. Так что всё, что в мире есть, — это некие книги. Это книги с поучениями. Это уроки, живые уроки. Вот свинка, благословенная, на самом деле, спасшая многих от голодной смерти, вообще и, повторяю, лично ни в чём не виновная, она как бы, это урок большой. Будем стараться, братья и сестры, не жить так, чтобы кто-нибудь заслуженно назвал нас свиньёй. Будем стараться жить иначе. Жить так, как живёт и курочка, и пчёлка, которые полезны всем при жизни, которые пусть невелички, но они отдают всё, что могут, и человеку хорошего рядом с ними. Да, будьте здоровы! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова